Во время самих презентаций мы отключим чат-бокс и включим его сразу после выступления для того, чтобы вы могли задавать вопросы. Итак, как вы уже видите, сегодня программу конференции на слайде. У нас сегодня будет три выступающих. Это Жан Пиретт, который уже на связи с нами, я. Наталья Ивановна Галанина, позвольте представиться, методист издательства МакМилан. И третье выступление Маркова Елена Сергеевна, кандидата педагогических наук. Она председатель предметной комиссии по ОГЭ, итоговой аттестации в девятом классе города Москвы. То есть сегодня наше выступление будет посвящено этому. Перед выступлением первым хотелось бы поговорить о новых образовательных возможностях, которые наше издательство представляет вам. Конечно же, у всех есть какие-то вопросы, и летом многие из нас все равно думали о предстоящей работе. И мы хотим представить вам наше новое учебное пособие, которое позволит ответить на какие-то вопросы, решить какие-то проблемы, которые у вас возникали в работе. Позвольте представить вам наш новый курс. О нем сегодня как раз будет говорить его автор. Жан Пиретт Леонинстаз. Это курс для детей. Вы видите, это дети, которые только начинают изучать английский язык. Вы сегодня увидите подробно, как построен курс, еще он состоит. Как с помощью великолепных чантов дети будут учиться запоминать буквы, слова, которые они потом, естественно, научатся читать. Для детей 6-12 лет у нас вышло новое пособие, которое называется Macmillan Next Move. Это пособие для учащихся начальной школы и младшего среднего звена. Рассчитано оно на 2 часа занятий аудиторных, поэтому вы можете его или внедрять в образовательный процесс в первой половине дня, или это дополнительное образование курса иностранного языка. Курс очень посильный, еще раз повторю, он на 2 часа в неделю. Для подростков, для современных подростков у нас появляется два новых курса. Вот первый я сегодня рассказываю, это Beyond, уровня А2 плюс и Б1. Содержит он доступ к ресурсному центру, это впервые. Вот такая возможность будет перед учениками. И онлайн рабочая тетрадка, отвечающая потребностям нового поколения детей. И для старшеклассников и студентов у нас выходит новый курс Open Mind, который вы можете использовать для дополнительного обучения ваших учащихся, для курсовой системы. Это курс для старшеклассников и студентов. Сегодня у нас второе как раз выступление будет посвящено нашей новой шестиуровневой грамматике, которая называется Grammar Goals, которая написана для учащихся начальной школы и для начального среднего звена. И, конечно же, наше пособие, которое кто-то уже, может быть, успел внедрить в работу в конце учебного года, это учебное пособие для подготовки ГИА, 9 класс, грамматика и лексика с интернет-ресурсом, и тесты для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. Я думаю, что многие из вас про эти пособия знают и начали работать, и чуть более подробно мы в конце конференции еще раз о них поговорим с вами. Также обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, у нас появился новый, на наш взгляд, очень полезный вам и пригодится в работе такой видеоресурс. Это два DVD-пэка, называются они Culture View. Это курс, посвященный современной жизни и культуре Великобритании. Направлен он на развитие, понятно, что это социокультурные у нас компетенции учащихся основной и старшей школы. Курс состоит из двух дисков, как вы видите, и на каждом диске шесть разных тем. Это может быть спорт, школа, еда, музыка, литература. Внутри каждого пэка находятся два диска. На одном из дисков шесть игровых и шесть документальных видеосюжетов, и на втором диске это учительский диск. Он очень важен, потому что к этим двум видеосюжетам разработанные упражнения. То есть у вас может быть полноценный фрагмент урока или полностью урок, который готов уже, и вы можете распечатать задания, они находятся в формате PowerPoint. Обращаем ваше внимание, наши уважаемые коллеги, на наш ресурсный сайт. Мы показываем вам фотографию странички. Это сайт 3wonstopenglish.com. Это самый посещаемый ресурс в мире для преподавателей английского языка. Здесь вы можете найти информацию по любой теме. Если вы посмотрите в адресную строку задач, вы видите, здесь есть и материалы по бизнесу английскому, и к экзаменам, и грамматика, и методические статьи, и специальные упражнения для детей младшего возраста, для подростков. Разработанные материалы по CLIU. Это Content and Language Integrated Learning. Мы знаем теперь эту аббревиатуру. Это когда английский язык выступает с детством обучения. Далее, есть материалы, которые вы можете воспользоваться ими в бесплатном доступе, просто вот войдя на сайт, и очень много полезного для себя взять. И есть также годовая подписка. Обращаем также ваше внимание на наш сайт. Конечно, вы все его знаете, потому что вы все регистрировались на сайте, вы узнали многие информацию о том, что проходит наша очередная ежегодная конференция. И обратите внимание, какую пользу может вам принести сайт. Кликнув на каждое учебное пособие, вы можете посмотреть образцы страничек. Причем это будут образцы страничек как из учебника, так и страничка рабочей тетради, соответствующие странички из книги для учителя. И также будут представлены ряд аудиофайлов для того, чтобы вы имели абсолютно полное представление о том, как выглядит этот курс. Также вы можете найти материалы по планированию, пояснительные записки. И обратите внимание, к каждому курсу мы специально разместили вебинары по той или иной теме. То есть если это курс по начальной школе, то вебинар будет именно посвящен теме преподавания, например, в начальной школе или конкретно по тому или иному учебному пособию. Итак, на нашем сайте в разделе преподавателя вы можете найти для себя календарно-тематические планы, рабочие программы, статьи, лицензии, ресурсные материалы, мониторинг образовательных достижений учащихся, которые мы проводим для школ партнеров. Хотела бы еще раз обратить внимание на нашу программу Macmillan Partners. Мы продолжаем ее в этом году. Мы поддерживаем всех, кто работает вместе с нами, кто использует наши учебные пособия в работе. Это бонусная программа для наших клиентов. И, конечно же, вебинары для преподавателей. Проходят они таким же образом, как вот сейчас вы к нам присоединились. Мы очень рады видеть вас, слышать, вернее, знать, что вы с нами. И переходим к следующему, тоже важному нашему моменту. Это вебинары в течение года. Эта информация, опять же, выложена на сайте macmillan.ru. Вы видите дату, какой даже день недели у нас указан, тема, кто проводит вебинар. Безусловно, вы можете воспользоваться и архивом вебинаров и посмотреть вебинары за прошлые годы. И, прежде чем передать слово нашему первому выступающему, хотела бы обратить внимание на специальное предложение. Это для тех, в чьих городах представлена компания BookHunter. Спецпредложение сентября 2004 года. Эту информацию я также взяла на сайте macmillan.ru. Вы будете видеть, на какое количество комплектов одного уровня, что получает учитель в подарок. Например, к пособиям для подготовки к ГИА на 10 учебников одного уровня, учебник книга для учителя в подарок. И то же самое вы видите в подарок на новую грамматику Grammar Goals, на English World, на Laser, на Gateway. При покупке 10 учебников одного уровня. Хорошо, красиво. Спасибо большое, Вин Би. Хорошо, если вы не можете видеть меня, или не можете видеть меня, то я думаю, что все хорошо. Хорошо. Хорошо, камера на лаптопе, не очень специально. Так, хорошо. Казахстан, здесь тоже. И я здесь, в Грисе, где я живу. Так, здорово видеть вас. И, конечно, некоторые из вас я встретил на мой многих путешествий в России. Сначала я в России, я становлюсь маленькой мамой. Я в Грисе, в Грисе, в Грисе, в Грисе. В Грисе, в Грисе, в Грисе, в Грисе. Это не только мы учима, мы не учима, мы желаем, чтобы мы учимы, чтобы мы учимы, чтобы мы учимы, чтобы мы учимы, чтобы мы учимы. И я знаю, что это всегда нашим главным пунктом. So, five ways to help your children flourish. And I will be showing you examples from Learning Styles, which is this new course that we've got. So, it's a new course. It's for our very young learners. And it's by me. And also by my co-author, Jill Layton. So, some of you might know Jill Layton. She was the author of a very nice book called Captain Jack, amongst other things. So, we've worked, as you can see, basically it's a book written by two lovely blonde women. Anyway, so, she's great fun, great fun, and a great teacher. And she's also a British person. And she lives in Spain. So, you know, teaching out there. So, okay, let's see. So, five ways to make our children flourish. Well, our number one most important thing that we must always do is to make the children feel safe and comfortable. I think you'll agree that that goes above everything else. In our education and our lessons, they must have this very, very safe, comfortable base. And when children are safe and comfortable, this goes for all ages, but especially with our little ones, this is the main thing that we have to do. So, a lot of this, of course, depends on our own personal attitude, doesn't it? That our children need to feel welcomed. They need to know where they are and what they're doing. In other words, they need to have routines established. And I've been in a lot of your classes, and I know that we all think in the same way. That you teach as I teach. I say I've observed a lot of classes all over Russia. And I know that we share this same opinion, that the children do need to flourish in a safe, comfortable environment that has proper routines established. And then, also, what affects our children a lot is their friends. So, when they're little and they're coming in, especially in the kindergarten where they're maybe immediately having to make new friends. And now, this can take a long time. And this can be something that can also be upsetting. If their friends suddenly don't want to speak to them, you know what little ones are like. So, this is where we, as teachers, we're the ones who have to guide them. So, this is number one, I would say, in our lessons throughout those first early years, is making sure that the children feel safe and feel sound in mind and in body. This is very important. Now, friends in the actual classroom, of course, this is a whole other talk. We're not going to be talking about how we help the children to socialize. But you can also feel that you're amongst friends within the characters of the book. That if they have a book that they do all the time and they become familiar with, that those children that they're meeting through the characters in the book, they also help them to feel comfortable. And we've got a lovely friend in Learning Star. And here he is. I've actually got him here. He's going to be appearing today in the webinar. Can you see? This is Horsey. So, he is our little friend. So, he's a puppet. Do we like Horsey? Yeah? Can you see him? He's a bit excited. He likes being on webinars. So, this is Horsey, the hand puppet. And as you can see, he's always laughing. He's always very pleased to see it. Oh, there you are. That's a nice shot of him. You see him? He thinks he's a star now, being on a webinar. So, that's Horsey. And he's our main friend in Learning Stars. And, of course, when we use puppets, as we know, this is where, if we see a little child is, you know, feeling sad or feeling unsure, we can always use the puppet to kind of, let's say, mind their behavior to sort out their problems through a puppet. So, you can take the focus off the child and you say, oh, you know, Horsey, are you sad today? Yes. Why are you sad? Oh, somebody took my pencil. All right. So, then you can sort out those little problems that children have. They're little problems to us and they're very big problems to the children. And, of course, you can sort them out with Horsey and you can tell, you know, the other child to give back the pencil to Horsey and et cetera. So, that you don't have to put your children who are feeling awkward into a difficult position. We can use puppets to help our kids become sociable. And, of course, as we know, being sociable is a very, very important life skill. More important, actually, than many of the other skills and qualifications that our children get. That if you, whatever you know, you have to be able to communicate it to other people. And you have to be able to get on with other people. So, very important. So, that's Horsey, our lovely puppet. And, of course, we've got other characters in the book. But he's the main one and he does, he gets up to lots of fun and he makes mistakes. And, you know, he sings songs and so he's our main learner in learning styles. Now, then, when the children come to school, as we said, it's very important to establish routines. And in order to make them feel comfortable, we can offer... We can give them routines that they are used to doing at home as well. So, that if they feel that they're in a strange school environment, we want to make them feel at home there, don't we? And at home, we do things like we eat and we wash our hands before we eat and how to dry our hands. So, in Learning Stars, what we've done is we are, obviously, our main focus is always on teaching language. But we do the teaching of language through the activities that the children also need to know. These are life skills. These are life skills that the children need to have. So, you might say that this is a sort of a CLIL lesson, really. You're teaching about hygiene. The children won't think of it as being a CLIL lesson, of course. But these are the kind of routines that our children... It makes them feel safe and it makes them feel that they're being looked after. If we care that they have clean hands, just as their mums and their grandmas at home care about that, this all helps to make them feel safe and to feel comfortable. And, of course, at the same time, what we're doing is we're teaching them the language. This is actually from Learning Stars 2, where we've got text on the page. Okay, so this is in the second level, where they're starting to be able to read and to recognize words. Okay, so here is a typical lesson. This is from Learning Stars 1. And, again, I'm talking about them having routines. Now, here, the focus of our lesson is on... We're learning the vocabulary for school items. So, we're learning pencil, crayons, books, bag, etc. You can see Bella the butterfly there at the top. And she's got all those words in there. Those vocabulary items in a little bag. Crayon, book, teacher, pencil, bag, rubber. Okay, so that's our main focus. But what we're doing, again, is what we do is we have the focus of the vocabulary. We take the focus away from the language and on to putting things in their right place. Because for the children at this age, it'll actually be more important. They don't care so much what a pencil's called as they care at this age about where they have to put their pencil. Where should they put their bag? And, of course, as you can see here, Horsie's made a bit of a mess. There's somebody saying no sound. Can you hear me now? Anybody else? Anybody else got no sounds there? Maybe my... Yeah, can you hear me now? Yes, okay. Fine. So, you see, Horsie's whisked. He's made a mess in the classroom. He's made things untidy. He's whisked his tail and he's all upset because all the crayons and the pencils come out. And then the teacher's showing him the pencils go here, the crayons go here, the books go here. That's the thrust of our language. That's the focus of our language. But what the children will be doing will be actually, they'll be tidying up their classroom. And again, this is an important skill for them and an important routine for them to have. So, as you can see, what we're doing is we're teaching the language through activities which have meaning for those children of that age. Okay? It's about their real lives. So, moving on to number two, again, we're still kind of thinking in parental fashion, almost, as we know that we are when we're there. That is how we see our little ones, isn't it? We are there also in a parental role, our teachers, when we're teachers of young learners. And it's very important to help our children to make good choices. Okay? So, to gradually, to become responsible and independent. So, this is the kind of choices that we want to help them is becoming independent, becoming responsible, being able to dress themselves, put on their shoes, know when it's time to get up, know when it's time to go to bed, know how to cross the road, know what is healthy eating, what food choices is, know what food choices is good for us to make, how to play nicely with each other, how to share things. And then, of course, okay, somebody says no video, no slides. Sorry, I'm going to have to leave the moderators to do that because it looks okay to me. It might be their own particular computer. Okay, playing nicely, sharing, and then also helping at home and being tidy, as we've seen as well. So, these are all skills that we encourage and that we nurture within our syllabus in Learning Stars. So, for example, this, of course, is a food vocabulary lesson, all right? But the children, again, their main focus, their main mental process will not be so much on learning the word for cake and cheese and water and bread and apple. Their main focus will be on what they've got in their school lunchbox or what they're going to have for their school dinner. What are the good choices to make? And here, what they've got to do, of course, they go around with, we've got, obviously, we have all this in songs. We have it in whatever we present, we present it in lots of different ways. And again, this is a sort of CLIL-based lesson, let's say. And here, they're going to choose what they would like to have in their healthy lunchbox. And they can choose, they can, they colour the star. If they want a cake in their lunchbox, they're going to say, yes, please. And if they want a bottle of water in their lunchbox, they're going to say, they can colour the green star. Yes? If they decide they don't want to have a lollipop in their lunchbox because we've been talking about, you know, sugar might hurt our teeth, then they colour the red circle for no thank you. And what we do is, in this, in the song that goes with this, the children decide, the children make their own decisions here. And we guide them towards what we think would be healthy decisions. And, but in the song, there's a song that goes with this. And because we know that, of course, children do also want and should also occasionally have cakes and lollies, in the song it says things like, water in my lunchbox, yes, please, yes, please. Water in my lunchbox, yes, please. And then when it's a cake or a lolly, let's say, a lolly, a lolly in my lunchbox, sometimes, sometimes, a lolly in my lunchbox, sometimes, please. So we don't forbid things, so we don't want to be too dictatorial about this. But what we do want to say is you're not going to have a cake or a lolly every single day. So these are all the things that, so this simple food vocabulary lesson actually becomes a life skills lesson. And it's teaching them different values and, again, how to make good choices, but in a very simple way. Our children are learning about what is appropriate clothing, what they need to wear, what we want for our children at this age is for them not to be dependent on what their mums tell them they have to wear in the morning. They have to decide if it's cold, they're going to have to wear a hooded sweatshirt or they're going to, is it raining? They're going to have to wear their thick shoes. They're not going to wear their sandals, their summer sandals. They have to decide, you know, when they're very young, they're just interested in the mechanics of getting dressed. And if they get older and of school age, of course. So, again, this is clothes vocabulary. This is very simple. As you see, the main focus of each lesson is very simple vocabulary and very simple language. But what we're doing at the same time is seeing it as helping our children to become responsible. So here, they listen. They listen if it's hot. So it's a listening activity. So it's hot. What do you want? Okay, so what are you going to choose? You're going to have your white sandals, its colors, and its clothes here. So you actually go through that. And, of course, these are activities that you can extend and you can act out in the class. You can have clothes or you can make dressing up dollies. You make craft clothes, paper clothes to dress up your dollies. And they can decide what is it appropriate to wear at different times and what is it appropriate to wear when we go to a birthday party. What is it appropriate to wear when we're playing in the park? All these things are important skills that our children have to learn. Now, of course, what education is all about is to stimulate their brains, yes? So to give cognitively stimulating activities. This is one of our main focuses, isn't it? To get our children thinking. All right. So, of course, we're always well positioned in this as English language learners. As English language teachers, we can help to develop the children's thinking abilities through giving them lots of different puzzles, especially in the activity books that go with our work. And problem solving, working out what needs to go where. Where does a big book need to go? Does a big book go in a big space? Does a big book go in a small space? Sequencing. These are mathematical skills. And there is actually a maths book. There's a maths book that goes with learning stars. A separate maths book if you wish to have that. It's a separate component. And, of course, lots of craft. But simple, very simple, easy to manage craft. Because we're always very aware that in the classroom, there isn't time to do... It's okay in the art lessons, but actually in your English lessons, you might not have time to do too much craft work. But it's very simple stuff that we suggest. And, of course, with our little ones, you've got lots of active games, actually getting them up and doing things. Which, as you know, when they're five, six, seven years old, they need to be up and about. And I know that you do do that in your classroom, that you have... Most of you have space out the front where you can get the children doing things. And then, of course, the CLIL lessons. So all this will be cognitively stimulating for the children. Here's a little lesson from learning stars. It's about, again, what we're teaching, actually, is the colours. That's all we're teaching. That's the main vocabulary, is the colours. So we're learning red, orange, yellow, green, blue, pink, purple, here. And the colours. But what we're doing is we're putting the colours into a lesson where they're learning about what weather conditions will make a rainbow. So, again, we're taking the focus away from the language, the language learning, and into something that's real and into something that you can then develop. Through the teacher's book, there's so many different ideas within the book and within the teacher's book and within the activity book for how you can develop these lessons so that, again, you're not... You don't just go home, what have you learnt today? Red, orange, yellow, green, blue, etc. What you've learnt about, I've learnt about how, when rainbows come. And they have to choose. If you look at activity three there, they have to look at those weather conditions. So it's stormy. Will there be a rainbow? They've got to think about that. It's sunny. There's no rain. Will there be a rainbow? And then in picture C, it's rainy. And it's sunny. Will there be a rainbow? Etc. So, sorry, CLIL is content and language in... Content and language integrated learning. Content and language integrated learning. Okay. Yes, okay. In other words, it's just a phrase that we use. We used to call it cross-curricular. We used to call it cross-curricular. But it's slightly different to cross-curricular. What you do is you're actually learning. You're not just... You're learning about science or physics or maths in English. So you're doing a lesson. So this is really a little science lesson, isn't it? It's a little science lesson about weather conditions. And you're doing it in English. But as you can say... Countries and language integrated learning, that's right. Countries all over the world now have gone over from cross-curricular. I mean, there's not much difference to this CLIL, okay, this CLIL thing, where you're actually tackling other lessons. And actually, the CLIL lessons that we have in learning styles often have a science base, actually. Because we've also, of course, we've got craft, and I say we've got a separate maths book. But they've also got some sort of a science or a sort of life skills base, let's say. A sort of social science base. So, yes, that's CLIL. Sorry about using that. And I always forget what it is when somebody else... Oh, God, what is it then? All right. So the sound seems to be going off and on for some people. But, you know, I don't... It seems to look okay as well as I'm going... Okay. And again, so this is, you know, you've got to... These are the very important things for the children to learn. What is your left... Which is your left hand? Which is your right hand? This is in learning styles one. In learning styles two, we also have a left and a right lesson. But, of course, it's more to do with looking at the road and learning, you know, which way you look when you're going to cross the road, where the cars are going to come from. Which way you would go, direction. So, but in learning styles one, we're literally just learning which is our left hand, which is our right hand. And as you can see, we've got all the pictures of them showing the left and the right hand. The children have got their backs to us in exactly the same way as we teach it in the lesson. We can't face them and hold up our right hand and expect them to mirror that. What we have to do is we, when we teach them, we turn our backs. And, of course, all of these are accompanied by songs. So, these are all these important things that our children know. So, this is from the maths book, from the maths book. I'm afraid it's just a scanned-in page. It's not a very good PDF. The maths book actually looks much nicer than this. But, so this is the kind of problem solving here. So, here they've got, this is in unit 8, so it's towards the end of the book. And, they've learnt so far in this lesson up to the numbers 8. So, first of all, we're asking them to write the lesson, the letters. This is lesson 2. They'll have had lots of practice up to here of writing the numbers. And, then, here in exercise 2, the rubrics are always at the bottom of the page, as well as at the, there. So, number 2, count and circle. You've got to circle the odd one out here. So, you've got to find 1. And, of course, we're doing shapes as well. And, we've got 1 square, 1 circle, 2 rectangles, and 1 star. So, they've got to circle the 2 rectangles. The second line, they've got to find which is the odd one out, which one doesn't have 2 shapes. So, as you can see, it's sort of gently challenging here for the children. So, they are learning the numbers, but they're learning to think in a mathematical way. They're becoming numerate. Okay. I think that if you get the chance to have a look at these two levels of maths books, I think you'll see that they might also be very helpful for you in your schools. And, then, those of you who have met me and seen me in my talks will know that a lot of what I try to do in my books and in my teaching and in my teacher training is all about this, actually. I think that your nurturing the children's imaginations is hugely important, hugely important. And, that imagination is not just about learning fairy tales. It's about living your life, when I say in an imaginative way, I don't mean like doing crazy things. I mean thinking of creative solutions for all the thousands of different problems that come our way in life. And, that if we've nurtured our imaginations and that we can think in a creative way, this is a very important skill that we human beings have to do. And, I think sometimes, you know, we get so bogged down in the sort of everyday things that we have to do in our lives that we forget how much our imagination, seeing things in different ways, looking at things from different points of view, as they sometimes say, thinking out of the box, etc. So, I think that nurturing our children's imaginations, apart from it also being fun, of course, and when we're having fun and we're enjoying our lessons, we are learning in a much more active way. But, I also think it's very important as adults that we use, that we live our lives creatively. And, I don't just mean sitting around writing or drawing. I mean thinking in a creative way. And, of course, there are lots of different ways that we can do that, and all of this is covered thoroughly. This is the basis, actually. This is how we're teaching language in learning, in learning styles, through stories, through songs and chants, through drama. And, by drama, I just mean literally just acting things out, role play, using character. As I say, some of you will have seen me give talks, and I hope one day I'll come to Russia again and we'll actually do these workshops together, actually acting things out. So, it's completely different if you're just sitting on the desk and saying, hello, how are you, to each other, next door to each other. There's no reason to do that. But, immediately, you get out and you put on a coat and you have a bag and a hat, and you're walking along the street and you're greeting each other, and you're saying the same thing. Hello, how are you, oh, I'm fine, how are you, you're immediately bringing a language to life. And so, this is what we suggest, that through our stories, that the children then get up and they role play. They act out these very, very, very simple language. But, they do it while they're standing up and they're doing it through an act it out activity. So, for instance, here, in every unit, there's a story, and this is level one, so there aren't any words on the page in level one. In level two, there are. So, here, this is a story, and again, we've had food, and so the children here, Horsey and Lily and Jack and Bella the butterfly, having a little picnic for those. Can you see, there's some naughty foxes have taken away their picnic, and then they're disappointed, but they're very lucky because a bee brings them honey. And the language is very simple, it's just, hello, I'm a bee, this is honey, it's for you, okay? So, that's the language. Here you are, thank you, all right, and then that's repeated. And then the cow, what does the cow bring? The cow brings milk, and then the hen brings eggs, and a tree brings apples, and they're able to have their picnic with all the delicious food that the creatures and the tree has brought them. And then what we suggest, if you look at the rubrics at the bottom, first they're going to listen to the story, and then they're going to start to say the story as well. And then they're going to, oh, and there's a little song there as well. And then they're going to act out the story, that third one with those little drama masks. That's what we suggest. And you can, and there are ideas for how you can make your own little props. You can use toy food here. So, not only are they learning or consolidating here the language of honey, milk, eggs, apples, and the animals, but they're also learning where food comes from. So, it works on lots of different levels. And then the children will decide, how would a bee move? What would it fly? How would a cow move? What would he say? And once you start, if you start talking like a tree, okay, we don't know how a tree talks. What do the children think? And the tree's going to say, these are apples, they're for you. How might a tree talk? Well, if you're focusing on being a tree, you're taking the focus away from worrying about speaking English. And you're just going to speak English. Okay, you'll feel much freer. Okay, so in this way, the children, well, this is what we suggest. And there are ideas for how you can use this very simple drama and role play in the classroom. You don't need costumes. You don't need anything. You just need the children and their voices and their imagination. And these are different ways in which you could do this little activity. First of all, for instance, you could extend this activity. So these are ideas, these are extra ideas, not actually in the book, but they're in the teacher's book as well. So you might want to think about what do you want to pack for your picnic. And you can go through food. Okay, so you can revise all your food. What do you want to take with you? You can make food. Look at that nice picture there with the paper food here. Very, very simple to make paper. Card-bought food, or you can use toy food. You can talk about healthy eating. And they always say it's good to eat a rainbow every day. So you eat something red, something orange, something yellow, something green. And then, you know, the white is dairy. These are ideas. These are all extension ideas that will come from the material in the book. And you might think about how we eat different foods. This would be drama, you see. This is drama. What about hot and cold drinks? How do you drink a hot drink? Ooh, it's hot, okay. And how do you drink a cold drink? Ooh, it's cold. So they can play with these things. And again, you're taking the focus away from them being worried about speaking English. And making it as a natural part of their game here. Whilst also developing their minds. They've got to think about these things. Where should we go for our picnic? And if we go to the beach, what will we see? What will we hear? What does it sound like? What might we smell? All these things you can extend. If we go to the countryside, what might we see and hear? What about if we go into the middle of the town and go to a town square? What will we see and hear different things? So these are all, you know, you have one simple lesson. And you can extend it in these different ways to nurture their imaginations. This is all still to do with the picnic idea. And again, you can get them to become socially responsible. Very important for them to become socially responsible. To have civic responsibility. So, you know, we mustn't leave them litter. And you can have this game here. They're playing litter basketball here. The children, they're just throwing the litter. They're just throwing the litter in the bin. And this is very important for us. We don't want dirty streets, do we? And then, and this is again, this is developing on again from this picnic idea. You can actually make sandwiches in the classroom. But it's also getting their cognitive skills working. So it's like a puzzle. You see this page. They've got to think, what is the first stage of the sandwich? Which one? Now, it's picture D. Picture, which is the second stage. You're going to put cheese on. You're going to put cheese and tomato. And of course, these are activities you can actually do either with card food. Or you can take bread and cheese and tomato into the classroom. You can all wash your hands before you do it. So, you know, part of our other lesson, part of our routines. And then make a sandwich together. A very important life skill, being able to make food, make your own food. And then finally, of course, we're English teachers. So our main, you know, our big focus is on teaching them the language. And this is what we absolutely want to do is guide them through this sound foundation of language skills. OK, so in learning styles, there is a systematic phonics program, OK, which starts right at the very beginning and goes through. There's early literacy. There's handwriting. There's numeracy. As I say, there's an actually, there's a separate maths book. There are constant reviews. And there's a very good assessment sheets in the teacher's book. All right, so I'm just going to finish off this webinar with just taking you through the book. OK, so here's, we've got, as I say, it's easy to use with signposting. In other words, you can see at a glance what you've got to do. We've got icons for the rubrics for the pre-readers so that they don't have to, they can think, OK, now I've got to listen. Now we're going to sing. Now we're going to play. There are values in each unit as well. They are flagged as the values. There are icons and notes for the teachers as well, so you can see at a glance. Of course, you've got your teacher's book, but also on the student's book, you can just see at a glance what's in there. And then, as I say, we've got this systematic phonics program. So this is Learning Styles 1, and what we do with the phonics here is we're teaching them, we take them through the lessons of the alphabet. We did a lot, a lot, a lot of research of should we do it with the high frequency sounds first. And what we got was, I thought we researched it a lot. Most people actually wanted to go through the initial sounds in alphabetical order for level one, OK? And then we move on to other systems in level two. And what we also found is that a lot of books just have one or two examples of words. And every single lesson that we went into, all the teachers were giving more than two examples of words for each sound. So we packed it full, so for kuh, for queen bee, with queen bee, quack, quilt, queen, quiet, quick, rabbit, rabbit, run, rain, ring, red, robot. We put in as many as will fit in. And then what we've got is we've got this lovely little story where all these little animals, these phonics animals, so the queen bee, the rabbit, the snake, etc., they're all actually going, they're all gathering together, and they're going to a party. And these little sort of bitties that we've got, so queen bee is quick, queen bee is, queen bee is quiet, queen bee is quick, queen bee has honey and her quilt. Okay, so she's going away somewhere, rabbit, rabbit, run in the rain, run, 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 run with a round red bun. Okay, so lots of nice sounds. And we know that you do a lot of phonics work, so we're hoping that this will also be extremely useful for you. And then as I say, well, here we've called them cross-curricular pages, cross-curricular, CLIL, very similar things. They always link to the pupils books units with a wide range of topics. As I said, it's particularly science, particularly science we've got. And again, that was, we hope, reflects actually what is done in the schools at this age, that we've got the language, we've got the craft, we've got the music, we've got the drama, we've also got a science bent as well. And then we've got these stories, so they extend the language, they link things to children's reality, and there's this active out suggestion. There's an active out suggestion in every unit. There's a CD-ROM that comes with the book, with lots and lots of extra activities for the children. This is an example of your activity book here, so lots of writing practice. Okay, obviously they all link page by page, the pupils books units. There's lots to do. We've packed it full of activities. We know how much you all like to do. Okay, and then lots of modelling of directionality, which way that you write from left to right, etc. Helping them with their handwriting. This is from the maths book. Okay, this is from maths book one. So, lots of number formation practice, simple language, high-level maths concepts. Okay, but it's very simple, but you're really helping to get them to think. Okay. Okay, lots, and again, lots of activities here. But the content links to the pupils book as well. And then, of course, we've got this amazing digibook. So, if you've got interactive whiteboards, or, of course, you can also do it on an ordinary laptop or computer. We've got the digibook. So, everything is animated. There are extra exercises. Things move. I mean, it's not like full animation. It's not like, you know, Disney or something. That would cost millions and millions. And we, of course, always try to keep the price down. But things move, and loads and loads of other activities. So, if you've got interactive whiteboards in your school, then this is a great, an extra resource for you. But it's also, of course, you can just use it on an ordinary laptop or an ordinary computer as well. And that's the digibook, and that comes with the book. And then here, I don't know how clearly you can see it, but I think you really need to see this in the book, in the teacher's book. Hopefully, your reps will be coming around and showing you these books. But, so, this is just for Unit 7, Lesson 1. What do we expect them to be able to do? And you write in the, so these are your progress checking sheets that you can photocopy, or you can just keep them in the book and write it there in your teacher's book. So, you write your pupil's name, Lesson 1, Recovery. What is the main thing that's required? Can they point to the pictures when they hear the words? Lesson 1, Vocabulary. Can they say the words when shown a picture? So, can they point, can they say it, the grammar, and it goes on. It's quite difficult for you to read them there. But I think if you see them, we've done it, so, you know, can they sing? Can they sing that song? We're asking them for small, manageable goals at each time, and then you can keep a check on what children are keeping up with and where they need extra help. And that's it. That's it for me. So, that's the Learning Stars course. I hope with some, you know, different ideas for you that I've given you today. I know you all know all these things, but you're all wonderful teachers. If you've got any questions, put them in the chat box, and I will try to help you. Either I or the others are members of Macmillan Russia team. Thank you very, very much for attending. It's very, very kind of you to all spare the time to come along. Thank you. Thank you. You're still enthusiastic. I don't know how. I think it must be all the vitamin C in the sun. Thank you very much. Thank you, Sean. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Okay. All right. Do you need anything else for me or any questions? Okay. If there are any questions, please email us to Macmillan Russia, and then we will forward them to John. Okay. All right. And now moving on. All right. Well, I will say goodbye. Thank you very much indeed, and I hope one day I'll see you in Paris. Much easier, I must say, to be in a way, because I have to go to Moscow Airport. But very nice. So, thank you all very much for coming. Thank you. All right. Bye-bye. Thank you, John. Bye. Bye. Anyway, let's navigate to Macmillan Thomas. Уважаемые коллеги, мы продолжаем наш вебинар. У нас сейчас вторая сессия, которая посвящена новым грамматикам, которая выпущена издательство Macmillan для начала, начальной школы и для младшего среднего звена. Называется грамматика Grammar Goals. Это шестиуровневая грамматика. В каждом уровне из компонентов для учащихся книга для сам учебник с компьютерным диском, на котором содержится 50 интерактивных упражнений в поддержку того или иного грамматического явления. Для учителя, мы видим книгу для учителя с аудио-сиди, которая крепится на третьей странице, и в книге же для учителя содержится доступ к онлайн-коду, который дает возможность пользоваться интернет-ресурсом учителя, о котором я тоже чуть позже скажу, какие возможности он будет открывать для вас, уважаемые коллеги. Конечно же, выбор грамматики очень важен на любом этапе, на каком бы мы ни преподавали. Я думаю, вы с этим согласитесь. И мы всегда, когда выбираем пособия, стараемся выбрать такое, которое бы работало. И вот сегодня я постараюсь вам рассказать о нашей новой грамматике. Посмотрим, например, на примере упражнений из ряда уровней. Ну, например, из первого. Нашу грамматику отличает введение грамматики через контекст. И обратите внимание, вот сейчас мы на левой страничке видим с вами образец страницы грамматики первого уровня. Начинается всегда с введения лексики. Это, я думаю, вы все тоже со мной согласитесь с тем фактом, что зачастую, выполняя упражнения по грамматике, обращая внимание на грамматическую структуру, отрабатывая ее в речи или выполняя какие-либо упражнения, некоторые учащиеся сталкиваются с тем, что им незнакомы слова в предложениях по грамматике. Так вот, вводя лексику, мы снимаем вот эту трудность. Тем самым трудность будет только одна, грамматическая. И обратите внимание, эта же лексика потом будет встречаться, она дана в контексте. То есть если вот в первом упражнении мы видим 6 слов, а как правило, может быть, от 6 до 8 слов, иногда 9, это тоже учеными подсчитано, что мы можем вводить вот эту лексику, и она у нас будет активной. Она будет встречаться в контексте. Контекст с собой всегда будет являть такой сюжет, который может встретиться в жизни. С правой стороны, вот сейчас с экрана, вы видите уже упражнения из более старшего уровня, где также мы вводим грамматическую структуру через связанные контексты, и работают учащиеся сначала с ним как со связанным текстом. Этот раздел будет называться Grammar Start. То есть каждый юнит, а их 10, будет иметь три части. Grammar Start – это вводная часть, это презентация нового грамматического явления. И еще раз подчеркну, здесь она будет вводиться через лексику сначала, и затем эта лексика будет в контексте. При обучении грамматик на начальном этапе очень важно, чтобы сформировать учащихся навык распознавать изучаемую грамматическую структуру в речи. И для этого существуют, естественно, рецептивные навыки, которые мы тоже здесь не отрабатываем. Грамматические таблицы даны в таком интерактивном виде, то есть на более младшем этапе. Ребята выполняют упражнение, которое называется Noticing Task. То есть мы опять обращаем их внимание на распознавание изучаемой грамматической структуры. В данном случае они раскрашивают, например, зеленую утвердительную форму и красным цветом. Они раскрашивают форму отрицательно. И на более высоких уровнях, например, уровень пятый мы видим, здесь уже традиционное задание ГЭП-филен. То есть работают они с грамматической структурой вот так вот интерактивно. То есть не просто данное правило, которое они должны выучить. Они на него обращают внимание на УТИСН и заполняют пропуски. Обращаю внимание, что все грамматические примеры, которые вынесены в табличку по грамматике, они также все взяты из контекста того, который мы использовали для введения той или иной структуры. Следующим упражнением после знакомства детей с грамматической структурой идет упражнение на тренировку грамматических явлений. И упражнение разного уровня. Вот сейчас мы видим упражнение. И вверху на правой страничке в разделе ГРАММА ПРАКТИС, это второй раздел, который следует за разделом ГРАММА СТАТ, ГРАММА ПРАКТИС – отработка грамматических структур. И здесь задание рецептивное. То есть цель этих упражнений – ознакомить с новым грамматическим материалом. Следующий уровень, он называется силва. Это уже задание на первичное закрепление. Или то, что мы с вами знаем, называется репродуктивное действие. То есть это уже не контролд активитис, которые были у нас на бронзовом уровне, когда была просто механическая подстановка и упражнения в виде брила. Я хотела бы подчеркнуть, что зачастую некоторые пособия как раз содержат только упражнения на отработку рецептивных навыков. О чем это говорит? Что как только дело доходит до использования грамматики в речи, дети как будто забывают все грамматические структуры, которые они учили. Поэтому одних только рецептивных навыков, то есть просто дриловых упражнений, на которые отрабатывают только форму, то есть форму, вопросительную, отрицательную, отвредительную всегда недостаточно. Следующим этапом, вот вы видите здесь на экране, еще раз посеркну, это уже репродуктивные действия, репродуктивные упражнения, которые уже идут к персонализации, к личностно-ориентированному подходу. Например, упражнение четвертое вы сейчас видите. Например, write two sentences about you. То есть это уже задания такие semi-controlled. То есть есть опора, но все равно уже дети начинают говорить про себя, писать про себя. Еще одной отличительной особенностью этого пособия по грамматике на любом уровне является то, что одно и то же грамматическое явление дается в разных аспектах. То есть оно рассматривает его, например, если это прошедшее время, то в первом разделе grammar start мы вводили прошедшее время утвердительная форма и прошедшее время отрицательная форма, то идет как бы расширение нового грамматического материала, дается это пошагово, и в этом же разделе мы вводим, в этом же юнити, в следующем разделе мы вводим уже в упражительную форму. И всегда есть такая последняя страничка юнита. Это уже продуктивное действие. То есть мы вот выстроили эту цепочку, постарались ее максимально правильно с учетом вот закона изучения грамматики, потому что мы знаем, например, как преподавать грамматику. Наверное, многие из нас, мы знаем, как рассказать про какое-то время, как интересно его показать, может быть, даже проиллюстрировать. Но мы с вами должны помнить, вспомнить законы, как грамматика изучается. То есть обязательно у нас должны быть упражнения рецептивные, характеры, и их совсем недостаточно, потому что только дрилл не приводит к тому, что это будет использовано в речи. Обязательно у нас упражнения, которые репродуктивны, и обязательно должны быть продуктивные упражнения. То есть это упражнения, которые как бы показывают, что они могут уже делать вот с тем языком, который они выучили. И обязательно есть упражнения на говорение. Посмотрите, пожалуйста, на страничку. Наверху мы видим, это уже золотой уровень, то есть ребенок потом может закрашивать вот эту медальку. То есть у нас название Grammar Goals еще и имеет такое вот значение, достижение цели, которые по грамматике ставит перед собой ученик. Здесь задание, заканчивается упражнение, заканчивается упражнением уже с открытым вариантом ответа. Это обязательное упражнение на говорение, то есть это то, ради чего мы учим грамматику, не для того, чтобы они у нас давали сами уроки по грамматике или рассказывали нам правила наизусть. Нам важно, чтобы они применяли вот эту грамматическую структуру, с которой мы работаем, на доступном для них уровне. После каждого второго раздела в книге представлен разворот. Разворот называется Review. Он на повторение, где особое внимание уделяется повторению тех или иных грамматических структур, которые вводились. И во второй страничке всегда есть задание, вернее, на этой же страничке всегда есть упражнения, которые помогают развивать навыки письменной речи. На самом маленьком этапе, это может быть заглавная буква, пунктуация. На более старшем этапе, это может быть уже, как вы видите здесь, вторая страничка, написать имейл другу. О своем особом дне тоже у нас есть модель, образец, по которой дети могут писать. То есть это уже упражнения, которые развивают навыки письменной речи. И вторая страничка всегда вот этого разворота на повторение, она будет посвящена подготовке к международному экзаменам. Если это начальные уровни, то это уровни и формат экзамена Status, Newest, Flies. Если это уровни 5-6, это уже формат CAT или PET. То есть какой бы экзамен дети не выбрали, они всегда будут готовы, потому что им знаком будет формат экзамена. И здесь представлены задания, могут быть на установление соответствия, или это аудирование, где они должны послушать и установить соответствие. Аудиокомпонент. Это уникальная черта тоже нашей книги по грамматике. Еще раз напомню, что аудиодиск крепится к книге для учителя. Книга для учителя уже снабжена аудио CD. И поэтому любые упражнения, как правило, в уровнях первом, втором, третьем и четвертом, представлены в виде многих любимыми грэма-чантами, которые даны в контексте, обратите внимание. И вот как в данном случае на экране вы видите упражнения, дети не просто слушают, всегда есть такой вот вопрос, который заставляет наших учащихся вслушиваться, вчитываться в смысл. То есть, чтобы они не просто слышали, как произносятся слова, но чтобы они подумали над смыслом того, что они слышат, и что они затем будут повторять. Поэтому готовьтесь к тому, что у вас на руке будет отбиваться ритм, учитаться в стиле рэп. Естественно, это все также повышает мотивацию наших учащихся. И вот давайте с вами послушаем. Ну вот, для примера, мы послушали с вами, когда структура, в данном случае это наречия частотности, вводились через чат. Чат был, еще раз повторю, представлен в контексте. И здесь есть вопрос. Which means spends more time outside? Еще раз подчеркну, что это не просто for fun. Они должны послушать и понять то, что они читают. И грамматическая структура дается нам в контексте. Еще одним отличительным, отличительной особенностью современной грамматики английского языка является соблюдение требований Совета Европы и нашего с вами федерального государственного образовательного стандарта. Это то, и на нас, как на преподавателя английского языка, возложена еще вот такая роль. Это не только преподавание английского языка, но и развитие универсальных учебных действий. И поэтому вот эти значки, которые вы сейчас видите на экране, они будут часто сопровождать упражнения, которые даны в книге. Эти значки будут встречаться в книге для учителя. То есть мы с вами, учителя, будем знать, что помимо того, что мы отрабатываем грамматику, да еще и учим лексику по теме, потому что еще раз подчеркну, что здесь введение грамматики начинается с введения лексики, которая потом встречается и контекста. Мы еще будем помогать нашим учащимся развивать критическое мышление, творческие мыслить, развивать навыки совместной работы. Это как раз те самые парные упражнения, когда нужно поработать в парах, спроси и ответь. Социально-эмоциональное развитие и навыки непрерывного самообразования. То, что мы с вами называем learning to learn. Это как раз намного важнее, нежели, чем просто что-то выучить наизусть. Итак, переходим к еще одному компоненту, о котором мы сказали. Он есть у каждого обучаемого. Это сборник, в котором есть 50 интерактивных упражнений. Есть журнал успеваемости. То есть и родители, и ребенок сам может видеть, каких успехов он достиг, насколько, как успешно он справился с тем или иным заданием. Этот диск у него в распоряжении, он может выполнять задания много раз. И, конечно же, мы можем с вами на уроке также пользоваться этим диском. Если у нас есть компьютер и проектор. Если просто мы можем проецировать это даже на белый экран. Есть словарь в картинках. То есть там та самая ключевая лексика, которую мы использовали для введения контекста, в котором было представлено грамматическое явление, у нас представлено в словаре в картинках. И есть даже поддержка для родителей. Сейчас вы видите страничку из книги для учителя. Книга для учителя к грамматике Grammar Goal дает больше, чем просто правильные ответы на то или иное упражнение. Здесь пошаговые инструкции о том, как вести урок. Есть упражнения на уме-нап, то есть с чего начать, воспользоваться бэкграундом учащихся, то есть что они знают по этой лексике или может быть что-то знают из грамматической структуры. Дальше есть дополнительные упражнения. Например, упражнения для классов и групп, где учатся дети с разным уровнем подготовки. То есть есть фаст-финиши, которые уже закончили, чем их занять. И еще, я говорила сегодня, упоминала о доступе к онлайн-ресурсу, который есть в книге для учителя, которым вы можете воспользоваться для того, чтобы создавать, сейчас как раз будет вставленная программа для создания собственных проверочных работ, то есть тесты могут быть такие, кастомайз, вы можете их варьировать, и анимационной презентации грамматических явлений в формате PowerPoint. Что это такое, я чуть позже вам скажу. Вот где мы возьмем отсюда презентацию, это как раз вот мы видим сайт, доступ к которому есть в книге для учителя. Он называется Grammar Goals British Edition. И у нас есть информация про курс. И вот есть закладочка птича. Если мы на нее кликнем, то там мы найдем как раз тесты к каждому разделу, промежуточные итоговые тесты, 90 дополнительных упражнений для каждого уровня и дополнительные тренировочные упражнения для подготовки к формату международных экзаменов. Задания в трех формах. Есть задания, которые сначала просто охватывают главную грамматическое явление, которое отрабатывается. Далее мы помним расширение грамматики. То есть если это была утвердительная и отрицательная форма, то это вопрос. И есть задание третьего такого уровня. Это уже то задание, где мы видим, которое консолидирует весь юнит. Вот так выглядят странички, которые учитель получает дополнительно на сайте. Это еще дополнительное упражнение для формата международного экзамена. И вот таким образом на сайте ресурсном выглядит страница, где вы можете скачать и пользоваться этим, не находясь, например, в режиме онлайн на уроке. Это анимационные презентации на ресурсном сайте. То есть к каждому уровню, к каждому разделу есть такая вот анимационная презентация в формате PowerPoint. Они не затейливые, но в любом случае они помогают нам на уроке более наглядно ознакомить учащихся с формой грамматического явления. И я вам сейчас продемонстрирую вот две такие совсем маленькие презентации. На одной презентации мы увидим, как образуется Present Continuous. Сейчас мы запустим вам, чтобы показать. Итак, мы подключаем. Там уже готовые презентации. Вот сейчас вы видите на экране, я покажу, как она будет работать у нас на уроке. То есть это уже вот я взяла с ресурсного сайта. Анимационная презентация в формате PowerPoint. То есть каждый клик уже готова. То есть вы не тратите время дома еще на дополнительную подготовку. Очень наглядно в данном случае мы видим, как они работают. Вот как образуется отрицательная форма, краткая форма отрицания, краткого ответа вернее. И вот такого формата. Посмотрите, пожалуйста, это вот следующая презентация. Это тоже идет, их две, на отработку отрицания. Вы можете сначала подождать ответа, затем просто нажатием кликом у вас идет в соответствии выбор правильного варианта ответа. То есть вот таким образом работают презентации. Еще раз повторю, что это такой бонус учителю. Это все выложено бесплатно на ресурсном сайте. Доступ к ресурсному сайту находится на второй обложке учебника. Хотела бы обратить внимание, уважаемые коллеги, у вас на то, что у нас на сайте с 15 сентября будет проходить онлайн-тестирование. Будет оно проходить два раза. Вот сейчас в сентябре, в октябре. Отзывается это тестирование Ready Steady Grammar Goals. Оно абсолютно такое для всех. Количество участников не ограничено. У нас будет первый этап Ready для того, чтобы дети, учащиеся вторых и седьмых классов, могли просто попробовать себя, поучиться нажимать кнопочки, понять, как выглядит вот эта программа, с которой они будут работать. И второе тестирование у нас пройдет в апреле. Это уже будет тестирование не для всех, а для тех, кто использует это пособие в работе. Итак, вы видите наше пособие еще раз. Это полный курс грамматики для второго-седьмого класса. Онлайн-тестирование в сентябре еще будет в апреле. Эти информации все на нашем сайте. Мы видим предложение для наших книготорговых компаний. Это комплект для учителя бесплатно. И всесторонняя методическая поддержка в книге для учителя. И на ресурсном сайте, доступ к которому находится у нас на второй обложке книги для учителя. И я передаю слово Елене Сергеевне Марковой, кандидату педагогических наук, доктора педагогических наук, в сайте предметной комиссии города Москвы по итоговой аттестации в девятом классе. Добрый день, дорогие коллеги. Рад вас всех приветствовать. Мы уже с вами встречались с кем-то в прошлом году. Это второй вебинар. Хотелось бы, конечно, получить от вас какой-то фидбэк, то сравнить показатели наши, наши результаты, что у нас в Москве и что у вас в округах. На сходном или какая-то разница имеется в виду формирование умений учащихся. Так, ну что, я вам коротенько сейчас представлю те результаты, которые мы получили в девятом классе в прошлом году. И если будут какие-то вопросы, я отвечу. Сейчас, коллеги, секундочка. Куда надо? Вот сюда нашу манта. Вот это просто общая сведенье о том, сколько у нас выпускников, сколько выпускников по Москве, всего сдающих 79 тысяч детей, 9-классников из них, выбрал английский, немецкий, французский, испанский, вы видите. В прошлом году, осенью, когда объявили, что ГИА будет в девятом классе необязательный предмет, я по наивности подумала, что у нас экзамена не будет, никто не выберет. Как видите, у нас 16,5 тысяч детей выбрали английский язык. Вот это по сравнению с предыдущими годами. Посмотрите, пожалуйста. Ну вот, наверное, количество у вас будет несколько меньше. Все-таки Москва – это такой большой регион. Но, тем не менее, какой-то вот репрезентативный выбор можно будет с ними сделать. Посмотрите. Видите, практически количество, на что в прошлом году было, что в этом, оно чуть больше стало, оно не меняется. Конечно, обидно то, что другие языки, вот при испанске, видите, совсем мало детей принимает участие в этих языках. Так, ну вот количество апелляций, какие подавали детей, не так много, то есть это все в пределах нормы. Многие дети просто приходят посмотреть, что у них, как они справились, что у них, чтобы видеть свои работы. И знаете, что бы здесь я обратила на что внимание, коллеги, вот с чем мы сталкиваемся. Бывают такие ситуации, когда ребенок пришел посмотреть работу, ему же показывают его материалы, а у него, допустим, часть заданий вообще не сделана. То есть он даже, он не перевернул страничку бланка и ничего не сделал. Так, да, допустим, у меня как вот мальчик пришел, у него около 90 баллов было, и у него часть заданий просто не выполнен, он не перевернул страницу. Поэтому мы своим учителям говорим, может быть, у вас такие проблемы бывают, что детей нужно учить еще и вот этим общеучебным умением, навыкам. Мы в прошлый раз говорили с вами, что ведь дело не всегда бывает в языке. Дело бывает вот именно в этих общеучебных или метапредметных, метакогнитивных, как их теперь называют, этих умений и навыков. Поэтому элементарно переверни страницу, элементарно перенеси все ответы в бланк, и тогда, наверное, многие вопросы снимутся. Вот характерно, вот еще что, коллеги, какая причина, не знаю, анализа у меня по другим предметам нет, но это вот вы видите все предметы, на которых, по которым дети сдавали в 9 классе экзамен. И правая колоночка – это максимальное количество баллов, которые кто-либо из детей набрал по данному предмету. Конечно, русский язык, видите, максимальное количество из 70, дети набрали 42. Это очень плачевно. Это очень плачевно, что русский язык, всего 42 балла максимально набрали дети. Тогда, как вы смотрите, английский язык – 70 баллов, набрали 162 человека. Немецкий язык – 68 баллов, набрали дети. И французский – 69. Там, в испанске, внизу не видно у нас немножко. Но там тоже есть сколько детей набрали. То есть, понимаете, как? То есть, максимальное количество баллов – 70, 69, 68 – дети набрали на иностранном языке. То есть, дети иностранный язык сдают лучше, чем основные другие предметы. Вы видите, это я вот просто как бы для сравнения такой вот табличкой взяла. Спасибо. Так, ну здесь у меня по округам, наверное, вам не очень будет это интересно. Может быть, интересно будет, да, по округам. Интересно. То есть, вот первая колоночка – двойки, тройки, четверки, пятерки. И последняя колоночка – это максимальный балл. То есть, 70 баллов, кто набрались, какого округа детей. Ну вот, центральный округ у нас, как всегда, лидирует в плане хороших оценок и максимальных баллов. Но не обижая учителей других округов, я просто хочу сказать, что у нас основное количество специализированных школ находится именно в центральном округе. Вот, видимо, этим определяет не тем, что мы их учим лучше в центральном округе, а там хуже мы учим. Просто потому, что у нас традиционно так сложились, что спецшколы, они все как-то вокруг в центре образуются. Так, ну вот, по остальным округам такая же ситуация. Видите, двойки, в принципе, есть везде, к сожалению. Двойки есть, к сожалению, везде. Так, ну вот, общее количество, я посчитала общее количество по Москве, сколько видно, 117 двойок и 227 детей, которые получили максимальный балл. Если сложить четверки и пятерки, получается очень много. Это 75% детей практически получили четверки и пятерки. Ну вот, выводы мы в прошлом году такие же делали. Либо для себя утешительные, что мы учим всех замечательно, хорошо, дети у нас талантливые, мы талантливые. Либо, к сожалению, нет такой статистики, из каких школ, из школ специализированных дети сдавали или из обычных, общебратных школ. Такой статистики у нас нет. Поэтому, кто говорит, что это потому, что дети идут из спецшколов нам сдавать? Поэтому так вот хорошие у нас проценты. Ну, в общем-то, коллеги, утешительно, что все-таки экзамен наш дают дети хорошо. А может быть, только дают. Да, хорошо. Ну вот я сделала некоторую статистику по сравнению с прошлым годом. С прошлым годом. Видите, двойки у нас были в прошлом году 0,6, сейчас чуть-чуть побольше. Троек стало меньше. Троек стало меньше. Но меньше стало четверок и пятерок. Ну, в общем-то, видите, достаточно большое количество детей, которые сдают хорошо. Это четверок и пятерок очень хорошо. Теперь хотелось бы сказать, просто прокомментировать, как с методической точки зрения, какие вопросы возникли, вот на что обратить внимание при подготовке. При подготовке по разным видам задания детям. То есть обратить внимание, конечно, на формирование умений или стратегий. Вот посмотрите, аудирование. Они, например, по заданиям стоят. Первое задание, что нужно там проверяется, вы помните, это определяется место, где происходит действие. То есть это понимание основного содержания. Помните, в прошлом году такая была информация, вот я когда анализировала по всем предметам, вернее, по всем языкам выполнения заданий, и получалось так, что у детей полное понимание текста, умение полного понимания текста развито лучше, они лучше это делают, чем понимание основного содержания. В этом году в аудировании основное понимание у детей улучшилось. То есть они уже умеют лучше определять. Вы знаете, что там, ну как сказать, варианты разные, но тем не менее я вот такую среднюю статистику сделала. То есть все-таки 0 баллов, видите, 0 баллов получили дети, 0,38%. То есть даже 1% детей, которые не смогли выполнить это задание, получили 0. И, кстати, 96% выполнили его. То есть 96% максимально детей выполнили задание. Второе задание – это установить соответствие и так далее. Там оно звучит, то есть понимание основного содержания. Помните, там заголовки текста или утверждение текста. Тоже неплохо. Ведь 89% детей выполнили максимально. Это хорошо. То есть здесь улучшилось. Полное понимание текста 93%, видите? То есть дети понимают все хорошо. И мы с вами в прошлом году говорили, когда это резало глаза. И вот такая статистика, что дети, когда нужно полное понимание текста, дети делают, по-моему, там 85% было в прошлом году, средний процент выполнения. А основное понимание до 50% даже падало. То есть только половина детей, половина детей могут определить, о чем идет речь. И мы говорили, что что не сформировано у детей? Они не могут отделить главное от второстепенного. Они не могут выделить, о чем речь по ключевым словам. То есть с них расклывается. И получается так, что задание третье на аудирование и на чтение, когда требуется полное понимание всех деталей, они выполняют хорошо. Поэтому они понимают все. Они не могут сжать информацию до уровня утверждения. То есть они практически не могут план, например, составить, о чем тексте. Это что же, о чем тексте? Мы тогда выделяли в прошлом году эти умения. Может быть, это только вот прошлый год сейчас, один год только прошел. Может быть, детей научили. Может быть, просто подбор такой трудно сказать. Потому что в течение нескольких лет можно будет это увидеть, динамику. То ли мы их научили, то ли просто так вот совпало. Дети разные, вы знаете. Но в этом году вот аудирование. К сожалению, только аудирование дети сделали лучше. А посмотрите по чтению. А по чтению тоже. По чтению там же, как и в прошлом году. То есть основное понимание – это первое задание. Видите, сколько? Всего 65%. Чуть больше половины детей справились с ним. То есть они не видят текст и заголок. Они опять-таки не могут. То есть опять умение падает. Может быть, тексты как-то попались на аудирование, может быть, полегче. Или что. Не знаю, какая причина. Потому что я говорю, только первый год так вот сравнить мы можем. Но по чтению плохо сделать. Основное понимание текста плохо. Потому что посмотрите, второе задание. Когда нужно поставить правильно-неправильно в тексте не сказано. Там некоторые… Я вот написала через слэш два умения. Это понимание запрашиваемой информации, полное понимание текста. Потому что разные предложения, разные, затребуют разную информацию. Какая-то для детального понимания подходит, какая-то для запрашиваемой информации. Но тем не менее, видите, 81% выполнения средний. А первое задание почти 65%. Видите? То есть опять-таки умения теперь западают. То есть опять на это нужно обратить внимание. Лексика и грамматика. Лексика и грамматика не очень хорошо. Даже можно сказать плохо. Первое задание – это на грамматику, когда нужно было грамматические формы поставить. Второе задание – на словообразование. Посмотрите, пожалуйста. Вот в среднем, потому что вариантов много было, в среднем 0. От 16 по вариантам до 48%. То есть если возьмем максимальный 48%, то это половина детей не справилась. Понимаете? Половина. И процент выполнения также – 51 до 80. Но если бы все были 80, это хорошо. А если 51? То есть только половина детей. А грамматические формы, ведь это же совершенно ограниченный набор единиц. Там ведь их мало. И вот то, что мы на грамматику обращаем внимание, обращаем, обращаем, и вот такая вот ситуация. Видимо, опять-таки, как мы и говорили в прошлом году, грамматика делается на отдельных предложениях. Грамматика делается на разорванных текстах. Понимаете? Грамматика должна быть только в контексте. Потому что только контекст подсказывает выбор той или иной формы. А если мы останавливаемся на грамматике такого уровня, что дали одно предложение, и поставьте, например, задание даете, да, откройте скобки и поставьте в present simple. Все. Все. Еще ребенку думать. Как показывает практика, дети даже не читают начало и окончание предложения. Они просто эту форму ставят и все. А в экзаменах, на экзамене, в настоящем экзамене у нас все время идет контекст. Поэтому, коллеги, я всем рекомендую и своим учителям здесь на месте. И, ну, видимо, ситуация не только у нас такая, что только нужно через контекст. Как только мы у них сформировали навык грамматический, быстро, автоматически фразу какую-то нужно изменить, форму поставить, все, уже больше не делаем на отдельных предложениях, это бесполезно. Нужно только в тексте. Только в тексте. Так, теперь словообразование. Словообразование традиционно делается плохо и в ЕГЭ, и в ГЕ. Но мы тоже в прошлом году об этом говорили. Вот видите, коллеги, если взять, например, ноль, сколько получалось? 15 за 36. Ну, чуть меньше половин. Ну, в принципе, 36% это много. То есть дети, ну, одна треть детей не видят и не справляются с этим. Но вот в прошлом году я отмечала такую вот особенность, на мой взгляд, почему я вот с вами, с учителями в Москве, в Москве, в Московской области на семинарах встречаюсь. Я им говорила вот свои выводы. Почему мне кажется, дети так плохо справляются. Ну, и многие со мной согласились. Дело в том, что мы традиционно даем словообразование в таком виде. Например, образование существительных. Идут суффиксы, префиксы у нас через запятую. А какой основе какой суффикс и префикс мы не объясняем. Они просто автоматически должны запоминать. И поэтому вот я еще, почему коллеги говорю, наверное, может быть, запомню, в прошлый раз, когда мы встречались, я приводила такой пример, что когда происходит верификация по ЕГЭ, машина проверяет работы детей, где они пишут, а потом люди проверяют. Они смотрят, какие, значит, буквы ребенок, может быть, неправильно писал, и что можно засчитать за правильный ответ. И вот я, в частности, делала такую процедуру верификацию. И были слова, когда нужно было и слово «глоуба» поставить прилагательное. И ребенок какой-то написал «глобикл». Понимаете, нам смешно, но ребенок, он правильно определил часть речи, прилагательное. Он просто суффикс не тот приставил к основе. Вот и все. То есть и таких случаев достаточно много, коллеги. О чем это говорит? Что ребенок определяет форму правильно. Он знает, что здесь должно быть прилагательное, существительное глагол. Он просто не знает, к какой основе какой суффикс или префикс идет. Более того, если, например, у нас суффикс или префикс, если префикс особенно отрицательный, то его практически не угадывает никто. Поэтому, коллеги, вот мой совет такой, как вот уже я пообщалась с учителями, что можно в данной ситуации сделать. Не нужно давать словообразование через запятую. Нужно давать. Даете слово какое-то, то же самое «глоуб» или «очи». Любое слово даете. И давайте сразу все родственные слова, которые могут образовываться здесь, чтобы ребенка в голове зафиксировалось. Это основа с этим суффиксом или префиксом. Понимаете? Вот тогда они у него запомнятся. Они не будут просто абстрактно выделять. А они будут знать, что вот с этой основой, потому что правил-то никакого нет. Нужно просто запомнить, в какой основе какой суффикс или префикс. Поэтому, коллеги, выход, наверное, может быть такой. Но традиционно и в ЕГЭ, и в ГИА это задание выполняется достаточно слабо. Письмо. Письмо – это творческая часть, которую хотелось бы, конечно, проанализировать более подробно. К сожалению, коллеги, я прошу прощения, но нас в этом году почему-то затянули со статистикой. И статистики по устной части у меня до сих пор еще пока нет. Я вот сделала запрос в организацию, которая за это отвечает. Но пока только письменная часть статистики. Итак, письмо. Я его по критериям разложила, чтобы было легче представить, причем какие недостатки. Вот посмотрите, коллеги. Вот на мой взгляд, как учителя, как преподавателя, письмо в девятом классе. На ноль писать содержание – грех. Плохо. Потому что что там написать? Это значит, тебя спрашивают. Три вопроса задают. В задании написано «Ответь на три вопроса твоего там друга». И тебе задают три вопроса. Раз, два, три. Ребенок получает ноль. Знаешь, когда его спрашивают одно, он отвечает «Не пойми, что?» Говорит совершенно о другом. Как вот если образно выражаясь, тебя спрашивают. Скажи, пожалуйста, какая температура у вас бывает летом? А вы отвечаете. Зимой я обычно езжу на лыжах, беру с собой чемодан. То есть вопрос один, ответ не пойми какой. Только так можно получить ноль. Значит, что мы не научили детействию видеть эти вопросы? Запиши эти вопросы, подчеркни эти вопросы. И ответ на них уже нуля не будет. А у нас, понимаете, как при всем таком положительном уровне, так сказать, баллах, набранных детьми в общем при сдаче экзамена, умудрились дети письмо получить ноль. Значит, спрашиваем одно, отвечаем другое. Максимальное за содержание получилось 58%, это половина. То есть половина увидели эти вопросы и на них ответили. Все остальные отвечали не пойми на что. Организация текста. Вот в организации текста, коллеги, это вообще преступно, не иметь максимальной оценки. Что в письме, какая организация текста? Запомни деление на абзацы, эти параграфы. Все, там больше ничего не надо. И точки в конце предложения. Больше ничего не надо. Как можно в организации получить ноль? Два с половиной процента получили ноль. И 72%, две трети только получили максимальный балл. Значит, они что написали? Сплошной текст вместо письма? Или что там они написали, чтобы получить ноль, коллеги? Вот здесь, конечно, вот мне, например, непонятно. Лексика, грамматика, как видите, она слабо идет. Лексика, грамматика, 42%, то есть трети практически, да, меньше половины детей получили максимальный балл. Хотя, и в прошлом году я тоже об этом говорил, коллеги, письмо личное – это не диктант. Не знаешь слова, не пиши, напиши другое, замени его чем-то. Ну как так можно? Сколько нужно понаделать ошибок, чтобы четырем процентам детей поставили ноль экспертов? Знаешь, что же скалит? Больше шести, семи, восьми и так далее. Куча ошибок. Потому что же всякие там их эквалифицируешь и смотришь и так далее. Представляете, треть детей только написала грамотно. Орфография, пунктация, ну тут вообще уже. Точки не ставим, что ли? Что делаем? Нет, не делаем. Или опять слова неправильно пишем? Не знаешь слова, не пиши. Объясняй, так детям, наверное, нужно. Ну, в принципе, 80% написали практически максимально, но 3% умудрились ноль получить. Так, ну что, коллеги, наверное, все у меня. Если у вас будут какие-то вопросы, если у вас будут какие-то пожелания, вы пишите в Макмиллан, да, или в чат, да. Хорошо бы хотелось, конечно, получить от вас какой-то отзыв, как у вас. Может быть, как-то вы поделитесь, если у вас лучше, или у вас хуже, мы там поделимся. Как-то вот, потому что дети у нас общие, дети одни, обучаем, они едут поступать у нас. Если они сегодня у нас сдавали ЕГЭ, ГИА, да, то через 2 года они сдадут, через 2 года они будут сдавать ЕГЭ. А если ЕГЭ у нас будет обязательным предметом, так же, как сейчас русский язык, то представляете, что у нас будет, у нас примерно было 70 тысяч в этом году выпускников всего в 11 классе по Москве. Это значит, у нас будет 70 тысяч сдавать английский язык, иностранный язык, да, в основном английский, видите. Так, где вопросы, я рада. В 14-15 году наверняка, коллеги, пока сказать не могу, потому что обычно все это подписывается в октябре. В октябре подписывается и вывешивается демоверсия. Но на сегодняшний день никакого изменения в формате ЕГЭ, ОГЭ не предвидится, за исключением того, что там нумерация будет другая. Но об этом говорили работники Ростопроднадзора, я сама это читала, что чтобы детей не отвлекать на эти буквы А, Б и С, у них будет 1, 2, 3 стоять. Вот такие изменения сказаны. Так, опять-таки, изменения те же самые, коллеги, нет изменений, кардинальных нет. Поэтому даже если вы покупаете книги, в которых, да, спасибо вам, в которых есть буквы или цифры, то это одно и то же. Задания, это они внутри одни и те же. Спасибо, коллеги, вам удачи, счастья, здоровья, терпения, коллеги. Не будем отчаиваться, мы их всех научим. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Мы заканчиваем нашу онлайн-конференцию. Спасибо за добрые слова. И в заключение хотелось бы еще раз обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на наши новые пособия. Это учебное пособие для подготовки гео по английскому языку, грамматика и лексика с интернет-ресурсом. То есть есть возможность учащихся, помимо работы в классе, вам, уважаемые коллеги, организовать дистанционную работу учащихся, самостоятельную работу, причем в режиме онлайн. То есть привычной, доступной теперь для наших учащихся в среде. Это пособие у нас пережило второе издание. Вот оно теперь у нас вот в таком виде с обновленными тестами и с интернет-ресурсом. Многим из вас оно знакомо. Те, кто только начинает работать и готовит детей к экзамену в девятом классе, обратите на него внимание. Это пособие построено уникальным образом, потому что каждый раздел по грамматике, следом за ним идет раздел «Лексика». Причем лексика, она собрана по теме. И есть в конце пособия, есть словарик, глоссарий слов, которые являются ключевой лексикой по теме. То есть авторы собрали ее, например, по теме «Holidays». Далее. Есть поддерживающие упражнения именно на лексику. Есть упражнения на фразовые глаголы. Есть как раз задания на словообразование. И что очень важно, мы это тоже подчеркиваем, и сегодня отмечали в грамматике начальной школы, вот здесь у нас плавный переход сюда, обязательно грамматика в контексте. Чтобы были у вас не только рецептивные упражнения, а репродуктивные, самое главное, продуктивные упражнения. Тесты для подготовки ГИА. Вот мы еще раз обращаем ваше внимание. Они появились у нас в конце учебного года в марте. Кто-то успел их уже внедрить в свой образовательный процесс. Кто-то вот сейчас с ними будет знакомиться. Это тесты, которые содержат ровно 20 тестов. Обратите внимание, вы можете их внедрять на уроки. Или это может быть у вас программой для дополнительного обучения. То есть у вас может быть кружок, который мы готовим к сдаче экзамена. Перед каждым тестом есть вот такой разворот на двух страницах, который называется Language and Exam Skills Development. Очень важно, что мы обучаем и как языковым умениям и навыкам, так и экзаменационным. Вот то, о чем сегодня говорилось. Понимать, что является объектом контроля, что проверяется в этом задании, сколько времени дается. И вот эта страничка позволяет нам тесты, которые просто оценивают уровень знаний учащихся, превратить в тесты, которые учат. Потому что как раз здесь мы обращаем внимание на то, что здесь нужен синоним проверяется. Здесь парафраз. Здесь множественное число существительных. Учат нас читать текст по разделе лексика и грамматика, которые мы знаем вот уже на протяжении очень многих лет. Является самым провальным учащихся как в ОГЭ 9 класса, так и в итоговой аттестации в 11 классе. Книга для учителя. Есть к вам поддержка, уважаемые коллеги, в которой есть образцы личных писем. То есть как раз мы видим, как оно должно выглядеть. Есть ли ссылка на контакт, что есть у нас завершающая фраза, где пишется адрес, где пишется дата. Также обратите внимание, в книге для учителя есть образец, карточки, есть карточка экзаменатора собеседника, есть пример задания по говорению. Даже есть примеры, ответы на home-up questions, которые не оцениваются. И примерный вариант монологического высказывания, который должен спродукцировать у нас ученик. И даже есть примерные ответы на два вопроса, которые задает собеседник на экзамене. Эти вопросы, которые ребенок не видит. То есть у вас будет полностью готовая вот эта вот карточка. Вы можете тренировать детей вот в устной части, имея готовые варианты ответов. И также в книге для учителя представлена полностью карточка диалога, где представлен комбинированный диалог, где есть и тигетный характер, и запрос информации. Напоминаем, что у курса Macmillan Exam Skills for Russia есть интернет-ресурс с возможностью учителя сформировать дистанционно класс, группу. И вы можете видеть ваших учащихся, результат их успеваемости. Как работать с интернет-ресурсом подробно расписано у нас на сайте. И вы видите сейчас адресную строку. Это сайт macmillan.ru.stateexams. Подробная инструкция о том, как сформировать виртуальный класс. Обратите внимание, что также выложены бесплатно аудиофайлы к тестам для подготовки ГИА. Сам аудио-сиди есть у учителя в книге для учителей. Если вы хотите, чтобы ваши учащиеся тренировались в разделе аудирования дома, вы можете отправлять их на сайт macmillan.ru.stateexams, где выложены все файлы в mp3 формате бесплатно. Дальше даны советы о том, как готовится ГИА по английскому языку. Там вы можете ознакомиться с вебинарами, которые дают такие советы, практические советы о том, как успешнее подготовить наших учащихся к сдаче этого экзамена. Вот сейчас на экране как раз вы видите вариант страницы, где вы можете видеть список класса каждого ребенка отдельно. Вы можете видеть, сколько упражнений он выполнил всего, какой его процент успешности, насколько успешно он выполняет. Курс, который, интернет-ресурс, который входит в это пособие, это Pet Practice Online. То есть наши учащиеся готовятся к формату итоговой тестации нашей страны одновременно. В интернете они выполняют задания. Вот формат этого экзамена. Тренируюсь еще и вот к такому экзамену. То есть если вдруг ваш учащийся захочет сдавать международный экзамен, ему знакомы будут этот формат, этот инструмент, которым проверяются сформированные его навыки. Сейчас на экране вы видите журнал успеваемости конкретного ученика. Вы можете видеть, какого числа ребенок выполнял это задание, сколько было попыток. Что тоже очень важно, всегда есть первая попытка. И мы видим всегда в процентном соотношении, насколько успешно выполнено это задание. Всегда мы можем посмотреть последнюю попытку и самый высокий балл. То есть вот такой вот отчет вы можете видеть постоянно, сформировав этот дистанционный класс, который позволяет вам организовать самостоятельную работу учащихся. Здесь на экране вы видите пример упражнений, которые выполняет ребенок в режиме онлайн. Это как раз задание на выбор правильного варианта ответа. И что иное, как наш тоже экзаменационный формат. Обратите внимание, дан текст, то есть все в контексте. И по смыслу выбираются слова, которые близки по значению. Проверка выполняется программой мгновенно. Она предоставляется на проверку нажатием кнопочки «Submit». И этот же результат программы фиксируется. То есть очень удобно учителю. Он не тратит время на проверку. Проверка идет моментально. И каждый ученик видит, где у него правильно, неправильно, исправляет ошибки, выполняя задания несколько раз. Обращаем внимание также на то, что каждые два месяца мы вывешиваем на сайте macmillan.ru тестирование в формате ГИА и также ИОГ. Обратите внимание, что в течение года вы можете, ваши учащиеся, бесплатно, зайдя в любое удобное для них время, проделать эти тесты, посмотреть свои результаты, потому что выполняются они в отведенное время. Здесь есть и аудирование, они могут его прослушать. И, соответственно, вот несколько вариантов тестов, приближенных к реальным условиям сдачи экзамена. Очень хороший вариант для того, чтобы проверить свои собственные силы, насколько они готовы. Вы также, уважаемые коллеги, можете попросить их принести вам фотографию или переслать по почте их результатов, которые при желании вы также можете как-то оценить или принять в расчет при вынесении оценок. Но это еще раз пытаюсь делать для того, чтобы учащиеся практиковались дома, тренировались как в языковых умениях, так и в губернационном формате. И закончить нашу сегодняшнюю онлайн-конференцию хотелось бы пожеланиями вам крепкого здоровья, пожеланиями хороших учеников, которых вы видите сейчас на экране. Я поздравляю вас всех с началом учебного года. Это для кого-то первый учебный год, для кого-то десятый, двадцатый. Пожелать вам сил, оптимизма, заряда на хорошую работу, чтобы вот этот настрой, который у вас сейчас перед первым сентября, он у нас сохранился и до мая. Большое вам спасибо за участие. Мы очень рады, что вы принимаете участие в наших онлайн-конференциях. И напоминаем, что завтра у нас будет вебинар, который посвящен преподаванию английского языка для вузов. И также на сайте, где вы регистрировались сегодня на вебинар, вы уже опытные, умеете, многие наши постоянные слушатели с разных регионов страны, вы можете присоединиться к вебинару. Он начнется завтра в 12 часов по московскому времени. Повторяю, он будет посвящен тому учебным пособиям издательства «Макмилан» уже для высшей школы, для бакалавров, магистров, аспирантов. Актуальные вопросы рассмотрим обучение, академическому английскому языку студентов разных специальностей. Если есть какие-то вопросы, у нас сейчас открыт чат-бокс. Очень много вопросов у вас по ЕГЭ. Напоминаю, следите за информацией на нашем сайте. У нас будет вебинар, который пройдет 29 сентября. И вебинар будет вести председатель предметной комиссии по ЕГЭ, уже Мария Валерьевна Вербицкая. И вот там уже вопросы зададите именно по итоговой аттестации в 11 классе. Поэтому, напоминаю, сегодня мы пригласили экспертов по Москве в 9 классе. 29 сентября не забудьте, пометьте, пожалуйста, потому что сейчас начнутся уроки. Конечно, вы будете очень сильно заняты, что вот как раз у вас будет великолепная возможность задать вопросы, которые вы сейчас нам задаете по ЕГЭ. Вопрос уже такого акнеционного плана. Подскажите, пожалуйста, предлагаются электронные сертификаты. Да, вы заполните электронную форму. И да, прямо сейчас, вот после моего выступления, и вы получите электронный сертификат завтра. Я благодарю всех за участие. Большое спасибо. 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 Спасибо.